Дачный сезон открыт и садоводы выезжают на свои участки. Многие берчане едут в сторону водозабора. Но, как оказалось, думают они не о предстоящем урожае, а о своей безопасности. Огромные ямы в асфальте. Эта трасса ведет к нескольким садовым товариществам. С трудом дачники преодолевают путь до своих соток. Водозабор – это стратегический объект для Берска. То есть проезд туда должен быть и зимой, и летом. Во-вторых, ходит автобус, то есть автобусный маршрут. То есть дорога должна соответствовать. Так вы нам объясните, когда нормальная дорога здесь будет, чтобы проехать можно было. Дорога от раздольного микрорайона до водозабора – такой стало в этом сезоне. Специалисты отмечают, она построена еще в советские годы и не рассчитана на нынешний трафик, а также возросшую грузоподъемность строительной техники. В сырую погоду они засыпают инертным материалом, просто аварийный снимают, это подсыпают глубокие ямки щебнем, для того, чтобы колеса не били. Сейчас, как только погода установится, более-менее сухая, зайдем сюда горячим асфальтам. Делали дорогу, просто мы видим, что она еще в советское время сформирована, там просто нет оснований. Мы также проводили и весной ямочный ремонт, даже картами подрядчика сюда привлекали, там прямой контракт с ним подписывали. Но, к сожалению, у дороги нет оснований. Мы видим, какая перегрузка идет по застройщикам. То есть транспорт, груженный материалами, строительными материалами, он просто едет и давит, к сожалению, эту дорогу. Мы сейчас приняли решение на комиссии ограничить движение транспортных средств грузовых с ограничением 5 тонн на ось. Сейчас мы соответствующее решение оформляем, поставим сюда знаки и поставим весовой контроль. Но это вот такие пока меры. На данный момент в экспертизе находится проект капитального ремонта дороги с обустройством автобусных остановок, пешеходных переходов, освещения протяженностью около 4 километров. Это участок от Раздольного до СНТ «Родник-2». Областное правительство планирует включить этот проект в одну из региональных программ и начать выделять деньги с 2025 года, отметили в пресс-центре городской администрации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова